Всем привет, меня зовут Катя и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать о продукции компании L'Occitane, что мне понравилось, что не понравилось и такой сделать небольшой обзорчик. Мне в руки попал вот такой вот адвент календарь, мне его подарили, не компания L'Occitane, подарила моя мама на именины перед Новым Годом и в общем-то я думаю все вы знаете как он выглядит, такой календарь, здесь 24 окошка и каждый день вы открываете по одному окошку и достаете какую-то вкусняшку из этого календаря. В общем-то так я и делала, каждый день доставала себе что-то новенькое. Сразу скажу, что у меня лично в этом адвент календаре большинство продуктов были это крема для тела и гели для душа. В общем-то, ну так откровенно говоря, это самые дешевые продукты, которые можно купить. Очень не хватило средств для волос, потому что был всего один шампунь и средств для лица, каких-то умывалок, может быть кремов для тела, кремов вокруг глаз. Вот этого вообще ничего не было и действительно очень не хватило, потому что я считаю, что такие вот адвент календаре, они для того и сделаны. Ну, понятно, что это такая, так прикольно каждый день открывать окошки и сюрпризики, но кроме того, такие вот миниатюрки призванные, чтобы их попробовали, оценили и в общем-то, чтобы потом вы пришли и купили полноразмерную версию продукта, который вам подошел и понравился. Так что вот не хватило мне средств для лица, ну да ладно. Ну и давайте начну с самой известной, самой нашумевшей серии, вот такой вот с миндалем. Итак, что мне здесь попалось? Масло для душа, крем для тела, мыло и крем для рук. Из этой серии все. С миндалем. Давайте начну с масла для душа, у меня такое есть в полноразмерной версии, оно классное, оно смываемое, то есть очень просто, быстро, например, после тренировки или по утрам, вы это масло разнесли по телу, смыли и потрясающий аромат, классно очищает кожу, долго сохраняется аромат на коже, очень приятное. Летом вообще кожа не требует после него какого-то дополнительного увлажнения, да и зимой, в общем-то, тоже не особо, ну или какого-то легкого кремчика после этого масла вполне хватает. Классное, мне оно нравится, стоит достаточно дорого. На мой взгляд, есть аналоги, у той же марки Organic Shop есть подобное масло для душа, но так, в принципе, классное, неплохое, вот это вот я даже не распаковывала, буду брать с собой куда-то, ну, в поездке. Такая вот миниатюрка, классно, пригодится. Дальше вот такой вот крем для тела. Этот крем для тела, ну, не знаю, по-моему, не расхвалил, только ленивый на ютюбе. Он есть у всех, по-моему, блогеров и все просто в неимоверном восторге от этого крема. Я тоже очень хотела его попробовать, пробовала как-то, у меня был пробничек вот такой вот, ну, прям маленький обычный, на один раз буквально его хватило. Вообще не поняла, мне показалось, что какая-то ерунда и чего его все нахваливают. Сейчас вот такой вот пробничек, чуть побольше здесь, сколько, 20 мл. Что могу сказать? Запах, ну, действительно, запах шикарный, роскошный. Вот этот вот миндальный запах, не поленитесь, зайдите в Локситан, просто хотя бы оценить вот этот вот аромат. Он шикарный, действительно роскошный. Сам крем достаточно жирненький, но неплотной текстуры, очень хорошо разносится по телу, быстро впитывается, но при этом очень-очень надолго оставляет вот этот миндальный сладкий аромат на коже. Он сохраняется буквально целый день. Увлажнение классное, при этом кожа не жирная, ну, действительно неплохой. Но, на мой взгляд, вот тех, по-моему, 3000 рублей, которые за него просят, он не стоит. Опять же, есть крема, у меня есть крема, которые дешевле и как-то, ну, не то чтобы даже лучше, но, во всяком случае, не хуже абсолютно, чем вот этот вот крем. Следующий из этой серии, это крем для рук, тоже с миндалем, тот же самый запах, приятный, сладкий. Абсолютно легкий летний вариант, такой вот на каждый день для неубитых рук, просто для поддержания. В принципе, приятный аромат, с рук он испаряется довольно-таки быстро, но увлажнение неплохое. Но, опять же, повторюсь, единственное, на весенний-летний период, на зиму точно не подойдет, слишком легкий. Ну и мыло из этой же серии еще не открывало, но даже через упаковку чувствуется вот этот вот сладкий миндальный аромат. Все, Макс мне сказал, что что-то ты снимаешь без меня, так что дальше мы вместе. Следующая серия, это вербена, вот с таким вот листиком. Первое мыло, у меня таких мыла оказалось два, то есть один в адвент-календаре, один мне, ну, в отдельном подарке дарили. Одно мыло я открыла, оно классное, отлично мылится, прекрасно очищает, при этом увлажняет в то же время ручки. Классное, действительно отличное мыло, и нужно его совсем немного, чтобы прямо очистить руки. Знаете, бывают мыла, которые вот мылишь, 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 и нужно огромную-огромную пену, чтобы реально помыть руки. Вот с этим мылом нет, ну, классное мыло, действительно мне очень понравилось. Следующая гель для душа, вы видите, такой вот довольно жидкий, хорошо пенится, неплохой, но меня вот в этой серии просто убивает запах. Цветочный, но не сладкий, а такой немножко цитрусовый, что ли. Если гель для душа еще ничего, потому что вы, в общем-то, помылись, его смыли, он на теле не остается, то крем для тела это просто полная катастрофа для меня лично, из-за запаха я вообще не могу им пользоваться. Ну, вот вообще, а так, в принципе, крем для тела неплохой, это не крем, а даже такое молочко, довольно жидкое, приятное, кожа очень приятная. Мне, кстати, понравилось оно даже больше, чем вот это вот нашумевшее, супердорогущее миндальное молочко. Вот, в принципе, это увлажняющее молочко для тела, да, увлажняет неплохо, легкое, быстро впитывается, но запах однозначно немой. Из этой серии крем для рук, это даже не крем, это гель, да, это гель для рук, 100% летний вариант, потому что очень-очень-очень легкий, ну, именно гель. И также здесь была вот такая вот очищающая салфетка для лица, тоже вот еще не открывала, не пользовалась. В общем, серия Вербена, нет, абсолютно не мой вариант, потому что запах очень специфический. Следующее, что мне очень понравилось, это два вот таких вот парфюмированных геля для душа. Один это бергамот, и второй это зеленый чай и померанец. Они оба классно пахнут, просто, ну, ароматы действительно обалденные. Бергамот такой немножко сладковатый запах, зеленый чай более спокойный, но тоже вот такой еще немножко цветочный, очень-очень классный, когда, знаете, принимаете душ, их на мочалку, дают большую такую пену хорошую, классно мылятся и аромат просто восхитительный. На теле они долго не держатся, но, тем не менее, какое-то время вот этот парфюмированный аромат на теле остается. И вот эти вот гели классно очищают, лучше, мне больше понравились, чем вот из таких вот серий. И, ну, прям классные вот такие вот гели я попробовала, купила бы даже в полноразмерной версии. Следующий вот такой вот расслабляющий гель для душа из серии Aroma Technology. Здесь куча-куча каких-то масел тоже пахнет, очень классно. Запах такой немножко пряный, цветочный. На теле тоже после душа остается, аромат просто шикарный, когда им пользуетесь. Очищает супер, прям до скрипа кожу. Вот этот тоже гель очень мне понравился. Дальше вот такой вот шампунь для сухих и поврежденных волос. У меня такой шампунь уже был, тоже маленькая версия, и как-то я его в тот раз не поняла, не понравился он мне. Ну, посмотрим, может быть, вот этот я еще открою, попробую, возможно, изменю свое мнение, но вот на данный момент не понравился. Дальше вот такой вот тоник для лица. Кстати, здесь довольно-таки неплохой объем, 30 мл, и это спрей. Очень-очень удобно. Я как раз люблю тоники именно после умывания вот так вот распылять на лицо. Макс меня не оставляет, хочет помогать и все. В общем, это серия МРТЛ, и потом мне уже мама подарила именно уход для лица. Из этой серии я потом вам его покажу, все расскажу. Тоник классный, он прям, его распыляешь на лицо, и он прям чувствуется, как увлажняет кожу. И расход у него небольшой, то есть я вот уже пользуюсь практически месяц и использовала всего лишь треть. Еще один тоник для лица, вот такой вот из серии Карите. И такой тоник у меня есть в полной версии. Вот так вот он выглядит. Я им пользуюсь с удовольствием. Раньше у меня кожа была такая комбинированная, склонная к жирности до беременности. Он мне не очень подходил. Сейчас после родов она снова стала из сухой комбинированной, но не такая жирная. Поэтому, ну, такая больше нормальная, наверное, я бы сказала. Поэтому сейчас этот тоник мне подходит идеально. И это не просто тоник, это еще классная очищающая вода. То есть после умывания им еще раз протереть лицо, как еще один этап очищения. Классно. Ну, и вот такой вот тоник тоже с помпой, с распылителем. Давайте следующая серия, которую я вам покажу. Это вот такая вот цветочная серия. Гель для душа. Отличный аромат. Классно пенится. И тоже очищает супер, прям до скрипа тело. Мне очень нравится. Из-за этой же серии мерцающее молочко для тела. Оно с мелкими-мелкими блестками и такие очень красиво смотрятся на теле. Действительно классно. Увлажняет отлично, впитывается моментально. Такое вот молочко тоже купила бы в полноразмерной версии. Понравилось. И из этой же серии у меня здесь попалась вот такая вот туалетная водичка. Красивый достаточно такой вот бутылек. Необычный. Но единственное здесь вот просто отверстие и все. То есть без распыления, без дозатора. Приятный, очень цветочный, но не приторно-сладкий. Такой свежий аромат. Классный. На коже держится не очень долго. Дальше давайте вот серия вот такая вот с шеей карите. Это у меня сверх насыщенный крем для душа. Опять же что-то типа вот такого вот масла для душа, смываемая штука. Ничего особенного. В принципе как такая быстрая очищалка. Опять же после тренировки или с утра быстро принять душ. Да, неплохой. Но после него как-то хочется увлажнить тело. В отличие вот этого масла. Оно более питательное, более увлажняющее. А здесь вот я как-то не поняла, чем он сверх насыщенный. И запах какой-то не очень. И консистенция как-то. Ну, в общем, не знаю. Вот это мне понравилось. Следующее. Ши Баттер. Это молочко для тела. Вот такое вот. Просто, девчонки, отвратительные. Кстати, вот эти вот упаковки. Из них ничего не выдавливается. То есть вот у меня молочка для тела еще где-то, ну, чуть-чуть меньше половины. И его невозможно уже оттуда вытревнуть. То есть мне придется вот сейчас разрезать эту бутылочку. Это ужасно. Просто упаковки отвратительные. Сам крем вкусно пахнет. Классно разносится. Легкий, моментально впитывается. При этом увлажнение вот такое. Отличный крем. Очень понравился. И гораздо больше, чем вот это вот миндальное молочко для тела. Несмотря на то, что цена у них довольно-таки сильно разнится. Вот это вот понравилось больше. Вот это бы молочко купила в полноразмерной версии. Также из этой серии крем для рук. 20% корритес ши. Неплохой на осень-весну. Легковат. Тоже 25% ши баттер. Вот это уже поплотнее крем для рук. И вот этим я, вы видите, пользуюсь активно. На зиму шикарный. Отличное увлажнение. Очень-очень надолго сохраняется это увлажнение. Ну, прям вот классный, шикарный. Действительно, вот этот вот крем тоже рекомендую в полноразмерной версии. Крема для рук очень мне тоже понравились. Тоже подойдут на зиму и, ну, вот на такую, на холодную погоду. Вот такие вот два крема с розой. Один крем это такой вот для рук и ногтей. А, это не с розой, это с пионом. Тоже вот такой вот крем для рук. Оба классные, прекрасно пахнут. Такой вот запах розы и пионов. И довольно-таки сильный. Возможно, не всем подойдет, но мне нравится. И классный, действительно, тоже на холодную погоду подойдет. Очень-очень приятный, долгое увлажнение. Тоже рекомендую. Ну, и последний крем 15% коритоши. Это крем для ног. Вот этот вот крем я вообще не поняла, не советую, потому что, ну, не знаю, он какой-то никакой. Возможно, на лето будет неплохо, он довольно-таки легкий. Но сейчас, ну, как-то, что он есть, что его нет. Увлажнения особого я не заметила и как-то, в общем, не понравился. Вот, девчонки, собственно, это все, что было у меня в адвент-календаре. Постаралась вам сделать такой более-менее полный обзор, рассказать свое мнение. И что хочу сказать в заключение. Вообще, косметика Локситан стала в последнее время довольно дорогая. И мне кажется, цены не совсем оправданы на эту косметику. Опять же, здесь плюс бренд, плюс там Made in France. Но, тем не менее, многим продуктам есть гораздо более бюджетные аналоги. И я бы их покупать не стала. Несомненно, вообще даже не обсуждается, очень интересно попробовать все. Но именно вот такие вот наборчики в миниатюрках, мне кажется, покупать вообще классно, чтобы попробовать и понять, подошло вам, не подошло. И тогда уже покупать полный объем, полноразмерные версии. Надеюсь, пригодился вам мой обзор. Надеюсь, было интересно. Не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!